Вам на руки попадает финансовая модель компании, к примеру, дисконтированных денежных потоков, как на экране. И спустя какое-то время вы натыкаетесь на переключатель сценариев. Выбираете базовый, модель перестраивается. Оптимистичный, показатели взлетают вверх. Пессимистичный, все вместе с графиками бессовестно падает вниз. Выглядит впечатляюще, особенно для новичков, которые сразу же хотят понять, как добиться такого результата. Чтобы раскрыть секрет, достаточно кликнуть по ячейкам с прогнозом и подсмотреть ключевую функцию – выбор, либо choose в английской версии, благодаря которой довольно легко осуществить подобную манипуляцию с переключением сценариев. Давайте рассмотрим принцип работы функции выбор соснов, которые в стенах SF Education были заложены еще Александром Макаровым. Пришло время обновить знания. Поехали! Первым делом вытащим значения по индексу. Перед вами до безобразия простая табличка со случайными значениями. Каждому значению соответствует свой индекс. Столбец с индексами, если что, здесь только для пущей наглядности. И ниже, указав нужный индекс в выпадающем списке, мы должны подтянуть соответствующее значение из таблицы. Кстати, если вы не знаете, как создать выпадающий список, посмотрите хотя бы видео по функции просмотр x, там все подробно рассказано. Разумеется, в поле выборное значение нам нужно прописать формулу, и она будет содержать функцию выбор. Первый аргумент – это номер индекса, по которому мы будем забирать значения. Указываем ячейку с выпадающим списком. Второй, третий, четвертый и последующие аргументы – это значения. Поэтому, зажав Ctrl, ну, чтобы не мучить точку с запятой на клавиатуре, кликаем по значениям из нашей простой таблички. Один за другим, один за другим. Готово! Перебираем номера индексов и видим, как меняются подгружаемые значения из таблицы. Это самый простой способ применения функции выбор. Поэтому давайте перейдем к задачкам посложнее и рассмотрим массивы. Теперь нам достались массива, но от этого задача радикально не изменилась. Тот же выпадающий список с номерами индексов, подгружаем его из прежних данных, тоже поле с выбранными значениями, где мы и будем выводить результаты. Однако таблица изменилась. В ней стало больше столбцов, больше данных. И вы можете спросить, а как их тогда вытаскивать? Очень просто. Так же, как и раньше, только теперь вместо одной ячейки во втором и последующих аргументах нужно указывать массив, то есть диапазон данных. Первым аргументом указываем номер индекса, а с зажатой клавишей Ctrl начинаем выделять другие аргументы. То есть теперь каждому индексу у нас будет соответствовать диапазон данных. Вводим формулу. H7 это выпадающий список с индексами, ну а далее мы выделяем диапазоны в каждом массиве, только без заголовка. Строку итогов не трогаем, потому что она выведена специально для проверки результатов, но это потом. Магия. Весь массив, который мы указывали для выбранного индекса, вывелся в столбик, поскольку сработали динамические массивы, доступные версии Excel 2019 и Office 365. Никаких Ctrl-Shift-Enter, никаких ошибок. Новые механики Excel позволили нам выгрузить все данные оптом. Кроме того, вы можете обернуть функцию выбор в классическую сумму, и тогда мы получим одно значение для каждого индекса, потому что сложение произойдет в процессе. Отдельно хотелось бы заметить, что данные из массивов можно выгружать как в столбцах, так и в строках. В предыдущем примере мы использовали выделение диапазона данных по вертикали, а теперь можем поэкспериментировать с горизонтальной выгрузкой. Вводим уже привычную формулу, выбираем индекс из ячейки с выпадающим списком, а затем медитативно, зажав в Ctrl, отмечаем строку за строкой. Кстати, если у вас появится ошибка, не пугайтесь, возможно вам нужно больше индексов, именно чисел, для выпадающего списка, ничего страшного. Таким образом, получаем выгрузку диапазона данных массива уже по горизонтали. Выходит, что функция выбор играет роль скорее переключателя, нежели какого-то сложного алгоритма. Надеемся, вы с ней подружитесь.